Бои на голых кулаках Первая пара я вызываю Зотов Роман 26 лет База, бокс У него, кстати, была ничья И выступал он у нас по ММА Давайте встретим Романа Рома, на диван Как прошла подготовка к бою? Потому что ты впервые выступаешь на голых кулаках Я готовился Но не на все 100% Но я хочу показать красивый бой Роман всегда отвечает очень коротко Парень очень скромный Ты в курсе, что ты сломал руку своему сопернику? А твою голову он сломал руку Противостоять ему в этом бою будет Асхаб Лулаев 65 килограмм Из города Москва Клуб Велес КМС по Панкратиону Панкратиону Асхаб Ты представитель клуба Велес Я правильно понимаю? Позови, пожалуйста, членов своей команды Пускай они тебя поддержат Амирхан Но этого парня мы знаем Как подходила подготовка в вашем клубе? Ты принимал участие в подготовке? Значит, у Асхаба КМС по Панкратиону Да? Как он на голых кулаках будет себя чувствовать? То есть, если он дает сопротивление тебе, значит, ты даст сопротивление нашему Роману Я более чем уверен Но у Романа голова крепкая Пару рук можно об него сломать Мы уже проверяли Да, ребят, долго томить вас не будем Давайте вы взвешивайтесь Зотов Роман, давай к весам Вес 63 килограмм Асхаб Лулаев Вес 66 килограмм Отлично Асхаб, не уходи Давайте проведем фейс-то фейс Мы готовы пригласить вторую пару Чеботарев Владимир 19 лет 73 килограмма Второй разряд по боксу Представляет клуб «Велес» Москва Давайте пригласим его соперника Воробьев Дмитрий 75 килограмм 20 лет База ММА Город Муром Представитель клуба «Молот» Рекорд в нашем промоушене 0-1 Дим, привет Говори погромче Я знаю, что очень сильно расстроился, когда проиграл у нас Но ты знаешь, что ты выходил Это был первый бой И вообще первая наша организация Но тогда мы еще не знали, что с тобой будет драться будущая звезда нашего промоушена скромного Да, Максим Джафаров Так что я хочу тебе сказать, чтобы ты не расстраивался Ты проиграл лучшему в нашем промоушене Расскажи, как ты готовился Потому что я смотрю, ты пришел вернуть себе победу Что было особенного, когда ты узнал, что турнир будет именно на голых кулаках? Так же, как тренировался, так и тренировались у себя Ничего не менялось Значит, ничего особенного не было в вашем тренировочном процессе? Ну да Владимир Чеботарев Владимир, у тебя второй разряд по боксу Да Как давно занимаешься? Пятый год А на данный момент ты только боксом занимаешься? Или уже перешел смешанный стиль? Ну так, начинаю учить борьбу потихоньку Подтягиваешь, да? Да Помогают тебе представители клуба «Велес»? Ну конечно С ними невозможно плохо готовиться Амирхан, что скажешь из тренировочного процесса? Он очень сильный Крепкий Вносливый Очень хорошо работает Мне нравится его тактика Как он сейчас подготовился Ну этот бой будет Дима тебя зовут, да? Этот бой будет для Димы очень тяжелым Очень-очень тяжелым Я ему желаю, конечно же, удачи Но будет очень тяжело Я думаю, Дима готов Победить сильнейший Давайте приступим к церемонии взвешивания Первого мы пригласим Владимира Вес 75 кг Мы приглашаем Дмитрия Воробьева на взвешивание 75 и 6 Хлопаем, ребят Ты студент? Много работаешь? Ведешь активный образ жизни? И не хватает времени на учебу? Извилино тебе поможет Мы уже 7 лет помогаем в написании курсовых, дипломов и всех учебных работ и только на отлично! Мы работаем по договору и гарантируем, что доведем тебя до успешной защиты Наши офисы находятся в шаговой доступности от твоего института В них ты можешь распечатать, подшить диплом, записать на диск и все, что угодно Ждем именно тебя! Мы готовы пригласить следующую пару Замон Махмедиев 23 года О, да! 23 года, 91 кг Базовый боксер И является кандидатом мастера спорта По этому виду единоборств Ты у нас кандидат мастера спорта, да? Сам лично видел, как человек выступает на сборах, на соревнованиях Потому что раньше он занимался Занимались вместе Противостоять Замону Будет Горьке Игорь 22 года Город Ростов-на-Дону Базовый боксер Как проходят тренировки в Ростове-на-Дону сейчас? Вообще нормально по-обычному Но последние 5 дней я работал, чтобы меня отпустили сюда Я выбил замены у людей И меня сюда отправили Я первым рейсом сел и сюда прилетел Отлично! Ты как-то готовился определенно к этому бою? Или ты так на самоуверенности? Готовился, но как-то так по-своему скепту Ну, у тебя есть какой-то, может, разряд по боксу? Или первый разряд по боксу? Ну, это близко, да Может, покажешь Замону достойный отпор, да? Конечно, будем стараться Вот этот красивый бой, дальше посмотрим Отлично! Хочу пожелать ему удачи и всем мужчинам, которые будут выступать завтра Замона я знаю очень давно Вы не поверите, когда я занимался Замоном в одном зале Он примерно был вот такого роста, да Замон, я-то твои заслуги знаю Давай ты сам скажешь, как ты тренируешься сейчас Потому что раньше ты тренировался 5 дней в неделю, я знаю Даже иногда 6 3 дня в неделю я занимаюсь, стабильно Есть тебе что сказать своему сопернику? Что-то пожелать? Может, кому-то привет передашь? Своей спортивной школе? Своему тренеру? Пожалуйста! Сопернику вообще уважение, приехал издалека Да Очень уважаю, красавчик Не знаю, хочу показать очень красивый бой Надеюсь, он у нас получится Мы тоже на это надеемся Давайте приступим к церемонии взвешивания Первый я вызову Замона как раз 8,7500 83 килограмма Вот первые две пары вышли Не отпиздите меня за то, что я сейчас скажу Смотрите, вы сегодня здесь, да, в небольшом промоушене Завтра можете выступать более крутом Все зависит от того, как вы будете себя проявлять и показывать здесь Просто выходить и говорить Бля, да я особо не готовился тут 2 дня Вообще я в основном работаю Пришел там за работу Наверное, неуважение к промоушену может быть Пацаны стараются производить контент И то, как вы ярко выступите От этого зависит Наберет ли это просмотр Потому что по факту все делается для этого Ну, я не знаю Можете осудить, не осудить Хотелось бы поярче выглядеть Сейчас выйдет Джонни, наверное, покажет, я надеюсь Но в целом, парни, вы спортсмены Вы даже Я занимался единоборствами И давно не занимаюсь Но в душе мы все все равно бойцы Вы ходите, показываете Показываете, что вы яркие, в принципе, люди Что вы пришли сюда не просто там от дыраться и уехать А пришли, наверное, все выиграть Я думаю, любой боец в душе хочет выиграть Не зависит от того, как интенсивно он тренируется или нет Это мое пожелание Игорь, да, расскажи, пожалуйста, как узнал о промоушене? Он мой друг, который тоже здесь будет биться завтра Он с Дмитрием списывался И вот он меня пригласил, как раз я от него и узнал И ко второму парню Дружище, приветствую Я вижу, ты немножко заплыл Заплывший такой, ну, как я, в принципе Но мы знаем там, по примеру, что атлетичность не всегда влияет Какой твой рабочий вес И насколько тебе комфортно будет драться в 90 кг сейчас? Последний раз я в 75 выступал вообще То есть твой боевой вес – это 75 кг То есть ты сейчас плюс 15, плюс 17 Ну, это вопрос времени Два месяца тренировок, и его не будет Я понял Ладно, парни, без травм Хорошего, красивого боя от вас взял Спасибо большое Мы готовы Куда глаза смотрят Мы готовы пригласить следующую пару Эргаш Давронов Давайте встретим база борьба Призер мирового чемпионата по вольной борьбе Страна Узбекистан Эргаш уже выступал у нас по ММА И очень зрелищно победил нокаутом Его соперником будет Звезда нашего промоушена, как я уже сегодня говорил Джафаров Максим 79 кг Клуб Максимус Профессиональный рекорд 1-0 А профессиональный рекорд в нашем промоушене Хэдшот 4-0 Город Владимир Часто от наших комментаторов От наших зрителей Нам лично прилетало То, что мы тебе даем слабых соперников Просто они не понимают, что тяжело подобрать соперника твоего уровня На самом деле И что многие смотрят твои бои И не очень-то и хотят против тебя участвовать В последний раз, когда ты выступал у нас по ММА Ты мне сказал, что ты начал готовить руки Еще тогда ты готовил руки И в бою ты это показал Просто твой соперник сдался раньше времени Не дал тебе полную силу это проявить Максим у нас был преимущественно борец У которого всегда был план Б В этом бою плана Б у тебя не будет Только план А Скажи свой комментарий К этому бою я готовился Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного Как бы в тренировках не было Была базовая ударная техника с боксерами Которые в кратчайшие сроки обучили меня Каким-то там основам ударной техники Вот, в принципе, это все у меня улеглось Я это все освоил Поэтому, я думаю, буду драться хорошо Эргаш, твой первый бой Нас очень сильно удивил Как ты настроен к этому бою? Ну, на этот бой я подготовился Джафаров, ну, серьезный соперник Я знаю, его бои все посмотрел Ну, стараюсь, ну, свои силы полностью показать И хороший бой показать Самое главное, без травма Да, потому что голые кулаки Это очень травмоопасно Мы, как организаторы, это понимаем Я думаю, это очень рискованно Просто сейчас, как я сказал, уже сегмент развивается И к голым кулакам большое внимание Давайте не будем томить ребят И приступим к церемонии взвешивания Первого я приглашу Максима Джафарова 84 килограмма Приглашается на взвешивание Давронов Эргаш 80 килограмм Отлично Мы приглашаем пятую пару Аношин Александр 99-го года рождения Город Муром Пишет, что частенько участвует в уличных боях Ребята-любители Товарищу майору это понравится Его соперником будет Медведков Александр Вес 61 килограмм 19 лет Город Владимир Он участвовал у нас по счетчинам, кстати Ты понял, кто? Да, я вспомнил его Аношин Александр У меня написано Тайский бокс полтора месяца Инстинкты самосохранения у человека Пиздец, если честно Хорошо Ты полтора месяца занимался тайским боксом Частенько дерешься на улицах Товарищ майор ничего не знает Расскажи, что ты хочешь у нас показать Самый быстрый нокаут? Ну это, наверное, вряд ли получится Хотя все может быть Те люди, которые не занимаются принципами единоборства Именно в кулачных боях Показывают трубку Это наш коллега по цеху говорил Анатолий Хоть как-нибудь готовился к этому бою? Конечно Что делал? Вот расскажи свои последние две недели У меня есть друг, который готовил меня В спальнике стояли, там бегали Побежка всякая была Сколько тренировок недели у тебя было? Три тренировки недели Хорошо, спасибо, Александр Давайте спросим у Медведкова Саши Саш, давай ты нам что-нибудь расскажешь Как ты готовился к этому бою? Каждый день занимался, бегал и тренировки Отлично Давайте не будем томить ребят Давайте перейдем к церемонии взвешивания Первый я приглашу Сашу в красном 64 килограмма Давай пошел Ша Ты Ша забыл Аааа Ну это мы оставим Медведков Александр Приглашаем на взвешивание 57 килограмм Ребят, у нас есть три пары Оставшиеся И вот мы их оставили на конец Их соперники в данный момент отсутствуют Один выехал из Чечни Кстати, он из команды Берзлой Брат Зелимхана пулеметчика Завтра мы надеемся, что они будут здесь Я приглашаю Гришу Милканяна 19 лет Выступал у нас три раза И все три раза одержал победу Гриша в свободное время Пишет треки и поет У нее страдает Да ладно, нормально Давай я приглашу Сулейманова Джонни еще Он тоже остался без соперника Они как услышали, что Джонни приедет Они нахуй отказались Огонян Давид Из города Ростов-на-Дону База дзюдо Это тот самый парень Который писал Артамону Очень долго и очень настойчиво Давид, расскажи нам Как ты писал Артамону Чему он тебе не отвечал Давай с него спросим Пока он здесь Я буду отвечать честно Он меня бесил поначалу Не тебя одного Потому что я думаю Это что за звезда такая Что мне не отвечает Он просто Ты мне вообще по-другому не говорил Правильно, правильно На самом деле Когда он хотя бы одно сообщение Мне ответил Хотя бы привет После того, как я ему 10 отправил Уже тогда я очень радостный был Ты мне говорил, что Профессионально ты сейчас В данный момент Ничем не занимаешься Нет, как бы я занимаюсь Не профессионально Я так же занимаюсь Зюдо, самбо Так же занимаюсь Но не на руках Сулейманов Джонни Первый раз Джонни приехал Он сказал Он ехал на поезде 27 часов 27 часов я ехал И каждую остановку Я молился Чтобы эта Вонючая старушка Сошла с поезда Подо мной Которая спала В переносном смысле Потом обратную дорогу Мужик храпел Всю дорогу Ну а в этот раз Мне дядя Артамон Сказал, что нет Ты на самолете полетишь В следующий раз Наверное, я бизнес-классом прилечу Да, все правильно Он сказал, что Меня не волнует Ты на самолете полетишь Ну так же за свои деньги Ладно, хорошо Давай передадим слово Грише Мелконяну Грише Мелконян Да, 3-0 у нас На проекте Я лично его фанат С первого боя У тебя Вот у тебя был Есть, я надеюсь Очень классный соперник Из команды Берзлой Чеченец Сегодня мне Гриша предъявил Ты что, в меня не веришь? Ты что думал? Конечно, блядь Он мне говорит Говорит это Мы там тебе Равного соперника нашли, блядь Мне пишут то, что он борец Блядь А мне говорят Равного соперника по кулачке нашли Хуй со мной, кто сравнится Отлично Честно говоря, каждый раз Каждый раз Чтобы вы понимали, да У меня соперник Менялся на месте То, что Тот соперник, которого Мне говорили, да Но это не получалось, да Потому что Ну, люди такие Потому что они не приходят, блядь Они говорят то, что Они придут, да Выйдут Но они не выходят Подставляют Диму Да, да, да Первый бой, короче Я прихожу Я прихожу смотреть на Димана Поболеть Как же я в Максе Он тогда был Прихожу, ко мне подходит Говорит, не хочешь побиться? Я говорю, хочу Ко мне подходит такой маленький Короче, такой здоровый, блядь Тип Проходит, смотрит такой на меня Говорит Я с тобой, говорит, буду Я говорю, ты со мной будешь? Говорит, хорошо Без проблем Говорит, погнали Гриш, можно признаться? Да, наверное Мы с Гришей едем на Fight Night У него первый бой Первый бой будет тоже по кулачным боям По Матч ТВ Прямой эфир И Максим Джафаров Едет на наше дело Скорее всего, это будет 15 декабря То есть, в принципе, два бойца Которые с нами двигались С нами начинали Едут уже за другие деньги За другие возможности И за другие связи Да, мы делаем о душе Мы делаем за респект Да, вы красавцы Можно еще это пользуюсь случаем Когда Дима сказал По кулачным боям У меня были У меня были Такие некие проблемы С приездом Сначала Ну, я как бы согласился Что да, я по-любому приеду И у меня там Тренер Там парни с клуба были Против Я вот пользуясь случаем Передаю привет Город Тюмень Клуб Фортуна Всем ребятам Своему тренеру Виталию Витальевичу Мартианову Ну, очень жаль, конечно Что у меня вот соперник Нет, то, что он слился Как бы это может быть к лучшему Да, но он слился не вовремя Если честно Дима сегодня в ресторане Заказал два медовика И мне сказал У тебя бой И ты не будешь кушать А он через минут 20 Наверное Сказал я Если бы он раньше сказал Я бы поел с ним Медовик Очень жаль Смотрите Я сейчас как Хабибу Тирамису будут называть Если промотать Посмотреть Прошлую пресс-конференцию И там был от меня один вопрос Макс Помнишь его? Когда я спросил Про переход Другие промоушены Видишь Я как в воду Глядел Парни, скажите Что чувствуете Когда получаете Такие предложения От Хардкора Или от нашего дела Что чувствовали? Гриша ответит А потом если Максу Я передам микрофон Макс может ответить Если боец Выходит За какие-либо деньги А не за свое Что-то внутреннее То я не думаю Что он добьется Вообще каких-то вершин Мне, например, это нравится Я готов за бесплатно Выходить Пусть оплатят мне дорогу Пусть оплатят мне Городку-не-зратку Я готов бесплатно Приходить ради кайфа Своего биться Знал, что рано или поздно Заметит кто-то И Дима сделал так Что у меня 3 декабря Бойфайтнайт Что я чувствую От такого предложения Несомненно Мне очень приятно На самом деле Но полностью Описать Свои эмоции Я смогу только тогда Когда я уже выступлю И дай бог выиграю Все, мы на самом деле Просто болтаем Ребят, выпуск закончен Давайте отпустим Ребят 65 кг У вас джонит Один вес 65 73 Ребят Последний бой Главный бой вечера Будет Дима Против целлюлита Ебать Этот бой Он давно проиграл 97 кг 97 Дэдпул Ты мой соперник Сюда давай нахуй На face to face Face to face Итак, ребят Церемония взвешивания Подошла к концу Спасибо всем Кто пришел Спасибо вам За то, что вы досмотрели Мы хотим отметить Наших главных спонсоров Hike Flex За то, что они нас поддержали Без них ничего бы не было Да, Дим? Давайте наберемся терпения И посмотрим Что покажут Парни наши В завтрашних Поединках Спасибо, что смотрели Этот выпуск До конца Все ссылочки На продажу Продукции Hike Flex Ты найдешь Закрепленный Комментарии Пока-пока Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...